Субтитры делал DimaTorzok Это экономическая игра, где мы с вами будем начинать свой бизнес с самого нуля, своего стартапа. Игра вышла 3 декабря эксклюзивно в Epic Games Store. В Steam появится пока неизвестно когда в следующем году, но точных дат пока нет. Ссылочка на игру в Epic Games Store будет в описании под видео, но у нас был такой первый взгляд. Поехали! Не забывайте, ребята, ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых серий. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали! New Game Итак, выбрать Аватар. Будем играть за пацана на имя основателя. А я могу выбрать своего? Во! Обычно наш Зар. Название Зар Компани. Или вот так вот Зарс. Пусть будет Зарс Компани. База, ну... Пусть будет Южная Азия. Поехали! Так, вроде как должны быть на русском. Ягод ухожу. Так, наличие 4 тысячи долларов у нас есть. Пользователь 0. Ежемесячный баланс 0. Здравствуйте. Рад вас видеть. Вы, наверное, знаете меня по моей предыдущей работе. Но если я представлюсь, вреда не будет. Джеймс Снип. Ты ж скрепка. Меня зовут Снип. Джеймс Снип. Типа Бонд. Джеймс Бонд. Последние несколько лет я работал в блестящей крупной корпорации, но они заменили меня на более молодую, яркую и сексуально привлекательную девушку по имени Кор... Погодите. Лучше, наверное, не поминать ее имя. Логично. В общем, теперь я фрилансер. Помогаю новым стартапам добиться успеха. Я не могу от вас избавиться. И сколько я буду вам платить? Я из принципа не беру денег у своих клиентов. Но если вы время от времени будете снабжать меня кофе, это будет здорово. У меня соглашение с разработчиком игры, в котором сказано, что я предоставляю бесплатную помощь стартапам в обмен на место в игре. Вы выбрали название для своего стартапа, но этого недостаточно, чтобы вашим приложением начали пользоваться люди. Чтобы привлечь их, нужно разрабатывать новые функции. Нажмите кнопку функций на панели слева. А, создание новой функции. Откройте мини-проектов и выберите функцию. Окей, хорошо. Добавлена новая цель. Создать лендинг. Награда открыта особенность компании. Поехали. Решите, какую функцию. Для сложных функций может потребоваться больше. Ну, нам по заданию сказано открыть лендинг за 600 баксов. Целевая страница, лендинг, это первая страница сайта, которую видят опустители. Именно оттуда они узнают о вашем продукте. Можно сказать, что это лицо вашего стартапа, так что вспомните о своих навыках эстетики. Сделайте лендинг красивым и пользователи будут очарованы. Пусть даже потом кто-то из них разочаруется. Сделайте страницу плохо и это отпугнет потенциальных клиентов, прежде чем они успеют попробовать ваш продукт. Лендинг это получается такая одна длинная страничка, где расписывается полная информация, либо ведет куда-то на конкретно какой-то другой сайт компании или там что-то еще. Хорошо. Рекомендуемые характеристики 2. Стоимость разработки 600 баксов. Доход на 1К пользователей от 1,22 до 12,24 долларов. Хорошо. Расходы 8. Расчетное время разработки 18 дней. Требуемый числ сотрудников 1. Ну, поехали. Выбрать сотрудника. Ваши сотрудники будут работать эффективнее, если у них высокая мотивация. А как это понять? Обратите внимание на рекомендуемое количество необходимых сотрудников. Незначенное количество сотрудников приведет к плохим результатам. Чрезмерное количество сотрудников ведет к увеличению времени разработки. А мотивация-то вот эта, да? Да, мотивация 100, маркетинг 2, эстетика 3, удобство 2, технологичность 2. Дальше. Выбрать приоритет функции. Установите приоритет для новой функции. В выборе вам поможет ее описание. Эстетика, удобство, технологичность. Так. Красивый. Красивый-то получается эстетика, да, у нас? Ну, не знаю, удобство-то мне особо нужно, технологичность, наверное, тоже не особо нужна. Ну, пусть будет так. Цель. Нажмите, чтобы видеть активные цели. А кто разрабатывает-то, если он постоянно ходит, ничего не делает? А, все, пошел что-то делать. Ну, хорошо, допустим. Первый год, первый месяц, неделя идет, да? Вот эта вот полоса, это получается неделя. Ну, там вроде писалось, что 18 дней требуется. Получается как минимум... А, так, подожди. Получается 4 недели как раз. Вот из каждой этот, получается 4 недели. Угу. Так, общая 8,9 новая функция, доход 10,88, обслуживание 8,5. Обзор функции. Все идеально. Все на своем месте, все подписано. Пятилетка может научить трехлетку пользоваться этим сайтом. Хорошо. Очки способностей, плюс 1. Ну, дальше поехали. Цель выполнена создать ленинг. Награда открытая особенность компании. Что дальше? Открытые особенности компании. Разрабатывайте функции, получайте очки, которые можно обменять на особенности. Для этого откройте вкладку особенностей компании в меню слева. Открыть меню способностей особенности компании. Разработка функций высоким рейтингом принесет вам очки, которые можно потратить на особенности компании. За каждую функцию вы можете получить до 2 очков особенностей. Чем выше рейтинг, тем больше очков. Так, потратите очко на особенности компании. Давайте потратим. Поздравляем, вы создали свою первую функцию. Пока это всего лишь лендинг, но это главная страница вашего стартапа. Вы не привлечете много пользователей, просто сделав лендинг. Попробуйте создать другие функции, чтобы целевые пользователи захотели зайти на ваш сайт. И еще кое-что. Обратите внимание, что некоторые функции принесут больше дохода, чем другие. Старайтесь всегда, в первую очередь, развивать именно такие. Окей. Ну, у нас 2 цели получаются. Создать 4 новые функции для своего стартапа. Ну, сначала потратим очко. Особенности. Стоимость компании. Выберите особенность, которая принесет больше всего преимуществ. Стоимость особенности будет расти каждый раз, когда вы ею воспользуетесь. Так, экологичность. Надо просто рассказать работникам, что мы должны экономить электричество и сокращать расходы. Аренда офиса. Минус 5 процентов. Стоимость 1. Но у нас пока офиса-то нету. Для одного мусора, для другого клад. Стоимость мебели. Минус 10 процентов. Стоимость 1. Наймите команду из миссии невыполнима, чтобы украсть у конкурентов технологии. Стоимость исследования функции минус 20 процентов. Стоимость 1. Вот, наверное, пока вот это вот я использую. Корпоративный шпион. Требует 1 очко для активации. Продолжить? Продолжить. Здесь что? Обязательные чаевые при работе по контракту повысят прибыль. Ага, здесь что? Бесплатное ПО с открытым исходным кодом сильно снизит стоимость разработки. Замечательно. Так, у нас... А где я могу видеть свои очки? А, вот, очки 0. Хорошо. Так. 500 баксов заработали. Ну, я пока в минусе. У меня было 4000, я это точно знаю. Так, ну поехали создавать, получается, еще новые функции. Регистрация. Пользуясь смогут зарегистрироваться и войти в учетную запись на вашем сайте после ввода соответствующей информации. Например, имени и фамилии, адрес электронной почты, пароль, любимого блюда, мнение о дабстепе, место рождения и так далее. Обычные данные, короче. Здесь пригодятся навыки удобства. Навыки удобства. Поехали. Требуется один сотрудник. У меня он, в принципе, есть. Навыки удобства. Давайте потратим, получается, где-то примерно 0,5. Эстетика тоже где-то примерно 0,5. Все остальное в удобство. Так, создаем. Нам нужно создать 4 же целых функции. Ну, лендинг у нас есть. Сейчас форму регистрации создадим. Потом дальше пойдем. Пока я все делаю в своей квартире. Пока у нас ни офиса нету, ничего. Работает над разработкой. Классно работает. Мне нравятся такие игры в такого плана. 10, 10, 10. Ооо, максимальный. Максимальный. Господи, если бы Леонардо да Винчи занимался дизайном сайтов, у него и то вышло бы хуже. Я улыбаюсь, как Мона Лиза. Как Мона Лиза. Так, хорошо. Угадай, кто? Андрео Алаторе. Эндрю, как дела? Последний раз мы виделись на школьном выпускном. У меня все отлично. Работаю на фирму под названием Большая Компания Инкорпорейдед. Здорово, поздравляем. Чем могу помочь? Моей компании нужен системный аналитик. А я помню, кто был лучшим аналитиком в классе. Я пока не готов стать никаким аналитиком. У меня свои функции. У меня свой стартап. Извини, старик. Я занимаюсь своим стартапом. Правда? А тебе известно, что выживает только один из десяти стартапов? И лишь 5% держится дольше 5 лет. Даже 3%. Но кто там считает? Ты знаешь, что будешь работать дольше, чем большинство людей. Верно? Да, еще. И ответственность будет больше. Ты что, самоубийца? Не забывай, что и зарплата у меня тоже будет хуже. Но я хочу создать хороший стартап. Мне нравятся свободы и культура, связанные с ним. Понятно. Что ж, удачи тебе со стартапом. Окей. Нежимечный баланс у нас пока единичка. Так, у нас еще получается есть очко компании, да? А, два очка. Круто, слушай. У меня нет пока сотрудников. Вот стоимость разработки функций. Вот это бы интересно. Давай, наверное, я это сделаю. А, тут уже требуется два. С сегодняшнего дня вводятся добровольные переработки. Совершенно добровольные. Время разработки функций еще минус 5%, но требуется два очка. Давай тогда подкупим, наверное, да? И создадим еще одну функцию. Текстовая реклама. Это форма маркетинговой коммуникации, которую рекламодатели могут использовать для продвижения своего продукта или услуги с помощью простого текста. Рекламодатели будут платить за место на сайтах и в приложениях для продвижения своих продуктов. Причем, скорее всего, на баннерах рядом с фотографиями кошек. Ну, они же милашки, нет? Тогда воспользуйтесь навыками удобства и эстетики и сделайте их красивее. Удобства и эстетики. 570, поехали. Так, 1, 1. Так, сделаем тогда, получается, 0,5, да? Удобства и эстетики. Тогда их надо вместе, получается, тянуть. Ну, как-то, наверное, так. Тогда нам, может быть, технологичность немножко снимем. Вот, пусть будет 1, 1. Вот так вот пусть будет. Поехали. Пока мы полностью уходим в минус. Я, наверное, конечно, получу там тысячу, но это вообще нет, получается, ни о чем. Мой ежемесячный баланс до сих пор всего лишь 1 доллар. Это вообще ни о чем. Пока нас, в принципе, даже не обучает ничему. У нас только цель одна. В общей сложности, если брать, то, получается, у нас 3 функции уже готово. Вот, технологичность не дожали немножечко, да? 9,3 функция. Все идеально. Все на своем месте, все подписано. Пятилетка может научить, ну, это понятно, то же самое. Плюс 2 очки способности. Это хорошо, но... Немножечко, получается, не дожали технологичность. Окей. Теперь, когда вы начали собственный бизнес, вам придется ежемесячно оплачивать счет на 200 долларов. Ха-ха-ха. Класс. А у меня минус 199 мой счет. Я вижу, что вы создали функцию текстовая реклама. Отлично. Надеюсь, вы заработаете денег, когда пользователи начнут приходить. Сейчас к вам на сайт приходит всего несколько пользователей. Поэтому вам нужно выполнить работу по контракту, чтобы оплатить стоимость разработки функции. Выберите проект из работ по контракту, который, по вашему мнению, будет выполнен с высоким рейтингом. Если клиенты удовлетворены вашей работой, рейтинг вашей компании повысится. В свою очередь, это привлечет клиентов получше. Если клиенты разочарованы вашей работой, рейтинг вашей компании снизится, а за ним последует и моральный дух вашей команды. Поздравляем! Вы открыли работу по контракту. Это самый быстрый способ заработать, пока ваш стартап не встал на ноги. Главное – внимательно смотреть на описание работы и число рекомендованных сотрудников. Ну, это понятно. Найти работу по контракту. Работа по контракту позволяет быстро заработать наличных для стартапа. Список доступных контрактов периодически обновляется. Так, у нас новая цель. Успешно завершить работу по контракту. Ну, поехали. А, подожди, у нас есть очки технологий сначала. Стоп. Сначала надо посмотреть, что за работа. Выбрать работу по контракту. Чем успешнее вы завершите работу по контракту, тем выше будет рейтинг вашей компании. Лучшие клиенты и большей прибыли. Хорошо. Пишу. Минималистичный дизайн футболки. Награда 2400. Рейтинг 3. 4. Расчетное время 9 дней. Минимальный рейтинг 3. Рекомендую характеристики 4. А что значит характеристики рекомендуемые? Угу. Так, какие еще есть проекты? Ну, мне кажется, тут еще больше требуется. 5, 5, 5, 5, 4, 4. То есть, минимально 4, конечно. Минимальный рейтинг везде получается троечка, да? Нет, здесь 4 требуется. Здесь, в принципе, 3. Логотип матраса. Здесь 3 звезды, кстати. Что бы это значило, да? Плохой клиент получается? Так, ну я даже не знаю, что выбрать-то. Что нам лучше подойдет? Я бы хотел как можно минимальный взять рейтинг, который требуется, потому что я, может быть, не смогу сделать комфорт-здоровье. Без навыков эстетики не обращаться. Навыки эстетики. А у меня что получается? А, так у меня навыки эстетики прямо на троечку. Давайте, наверное, самое минимальное, ну, в самом низу возьмем. Так, хорошо. Сделайте скриншоты нашего приложения, создайте изображение для магазина приложения. Нужны навыки эстетики. Эстетика, получается, важнее всего. Давай, наверное, по 0.5 сделаем. А здесь полтора. Если эстетика важна, значит, надо именно так. Тем более, это у нас получается что? Скриншоты. Давай даже вот так вот сделаем. По 0.4, а здесь 1.7. Ну, поехали. Может, получится, все нормально будет. Потому что у нас пока ежемесячный баланс минус 200 баксов. Это прям все очень плохо. У нас просто не выходит, по-моему, самый хороший рейтинг. Тут требуется рейтинг минимальный-то 3. Чем больше наберешь, тем лучше. Но там везде минимальный рейтинг 3. Есть 4, это еще хуже. То есть там надо будет сделать еще лучше. выполнить задачу контракта. Так что давайте посмотрим. Ну, смотри, 6.1. Не могу не сказать, что работать с вами было очень приятно. Угу. То есть технологичность хорошо, удобство хорошо, вот по эстетике все плохо. Надо было больше в эстетику тогда вкладывать. Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Плюс успешно должен получить 500 баксов. Да, замечательно. Ну что, пока мы в плюсе, вот теперь уже получается мы в плюсе. Тогда создаем с вами еще одну функцию. У нас 3 уже есть. Что у нас здесь. Страница профиля. Это визуальное отображение личных данных, связанных с конкретным пользователем. На этой странице пользователи могут указать свое имя и фамилию, аватар, парфюмерные предпочтения, любимые СК-группы, данные, кредитные карты и номер в социальном страховании среди прочих основных личных данных. Чтобы страница вышла красиво, необходимы навыки эстетики. Ну, поехали. Так, эстетика важна, значит, получается, идем в эстетику на полтора. Удобство 0.5. Технологичность. Даже вот так сделаем. Поехали. По идее, это должно быть четвертое. Если считать самым первым с лендингом, то должно быть уже 4 функции. Четвертый месяц уже на своем, друзья. За 4 месяца мы заработали неплохо прям. О, списались деньги. То есть каждый месяц списывается конкретно по 200 баксов. Ну, в принципе, получается, можно выполнять контракты и при этом ты будешь хорошо зарабатывать. Но мы все-таки идем в свой стартап, поэтому первым делом стартап. Пока он, конечно, не приносит нужных результатов. Но все впереди. Ну-с. Удобство получается не очень, но, в принципе, неплохо. Я плохо ввожу старую машину и в этом месяце она уже 4 раза падала с обрывом. А ваш сайт ни разу не падал. Отлично. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Так, это у нас что? Непонятно. А, то есть требуется еще одна функция. Все-таки не посчитал. Ну, ладно. У нас 5 очков. Во-первых, мы идем пока сюда. Время разработки функции уменьшается. Замечательно. Здесь что у нас? Узнайте у суперсекретной организации формулу, которая позволит делать каждую рекламу вирусной. Стоимость маркетинга минус 5%. Вот. Работа по контракту плюс 10%. Чего бы нет. Хорошо. Стоимость 3. Ну, неплохо. Поехали выполнять еще одну функцию. Так, у нас впереди есть выбор. Тема страницы профиля Добавление друзей. Наверное, все-таки добавление друзей первым делом надо будет, да? Друг это концепция, ограничивающая получение и предоставление информации пользователями. После разработки этой функции пользователи смогут ограничивать доступность своих сообщений определенным количеством людей. Также они будут получать уведомления при размещении их другом нового контента. Ага, другом. Ты так и не вернул мою любимую ручку, так что я даже не знаю, как тебя теперь называть. Нужные хорошие навыки удобства. Удобства. Хорошо. Поехали. Удобство важнее, так что идем в удобство. Так, ну не знаю. может быть, это слишком круто. Да, как-то вот так вот. Все-таки так будет лучше, наверное. Ну, в принципе, мы пока делаем все хорошо. да, у нас не идеальный, прям не 100% десятка, но и не худшие результаты в итоге. Ну, надеюсь, сейчас это будет последняя, четвертая функция, потому что у нас в общей сложности это получается уже пять функций. пользователи четыре, то есть это пользователи, которые, в принципе, у нас есть, которые пользуют нашим стартапом. шелкнуть нельзя, никакой информации нет по этому делу. Так, технологичность плохо, удобство не очень. Ну, слушай, плохо получается. Надо в технологичность, и удобства, получается, не хватило немножечко. Ну, смотри, здесь у меня по-любому бы не вышло бы десятки, потому что мне не хватает навыков. У вас тут что, выставка багов? Вы тупо случайно удаляли куски кода, чтобы позлить пользователей? 7,9 рейтинг, конечно. Ну, окей. 268 пользователей, кстати, у нас получается уже есть. Хорошо. Минус 174. Ух ты! Посмотрите на эти цифры! Пользователи и правда начали заходить на ваш сайт? Вы проделали отличную работу. Никогда не думал, что вы справитесь. Спасибо. Так ты меня прям поддержал. Что значит никогда не думали, что я справлюсь? Тише. Это не важно. Важно сохранить пользователей, которые у вас уже есть. Приобрести пользователя, который зайдет на сайт, трудно, но убедить его продолжать пользоваться вашими услугами будет значительно сложнее. Вы должны продолжать расширять свой стартап-проект, развивая новые функции. Это гарантирует, что пользователи останутся с вами. Я бы с радостью посмотрел, как вы развиваете свой стартап, но, к сожалению, у меня встреча с другим ассистентом. Ой, забыл ее имя. Сэриш, что ли? Довести ежемесячный баланс до 200 или более. Открыто обучение. А какой у меня баланс? У меня ежемесячный баланс пока в минусе. У меня пока он в минусе. Так, новые функции получается можем делать. Здесь что? Комментарии. Благодаря этой функции пользователи смогут делиться мнениями и соглашаться или спорить с другими пользователями платформы. Правда, среди них могут быть жирные тролли. Нужны навыки удобства. Удобства как бы у меня есть опять-таки, да? Кому-то нравятся синие фоны страницы профиля, кому-то ярко-зеленые текстные оранжевом фоне. А парень в костюме летучая мышь любит все черное и серое. Каждому свое, как говорится. Благодаря этой функции пользователи смогут настраивать страницу профиля как им хочется. Конечно, тут понадобятся навыки эстетики, но это без проблем. Эстетика. Так, давай вот так вот 0,5, 0,5. Наверное, технологичность больше. Хотя... Да не, нормально. А что мне как-то не 5? Во! 0,5, 0,5 и полторы. Поехали. 268 пользователей, да. Это наши пользователи, которые, наверное, пользуются нашим приложением. Но мы все равно пока в минусе. Мы все равно пока, блин, в минусе. 269. Так, уменьшили использовать или что-то я как-то не обратил внимания. Ну, в принципе, сейчас месяц закончится, а мы узнаем. Стало ли их больше, стало ли их меньше. Довести ежемесячный баланс до 200 или более. Класс. Это не так-то будет легко сделать. 7,8, 7,7,1. Да, не очень, конечно. Ну, в принципе, нормальный сайт. Если бы он был мороженым, то пломбиром. Или как там называется мороженое со вкусом только мороженого. Да, получается, уже идет не очень хорошо. Полторы тысячи, кстати, у нас есть. Хорошо, давай посмотрим. У нас два очка. Ну, блин, аренда офиса у нас офиса нет. Стоимость мебели у нас ее тоже нет. Нет в этом никакого смысла. Стоимость маркетинга так пока тоже нет. Штраф по контракту в принципе тоже нет. То есть пока в этом нет никакой особой необходимости. Тут, наверное, все-таки лучше пока копить. Некоторые пользователи размещают черный текст на черном фоне, а потом жалуются, что его не видно. Чтобы избежать подобных неприятностей, купите тему оформления. Для этого не нужно разбираться в дизайне, просто пусть заплатят за ваши навыки эстетики. Магазин тем. Ну, поехали. Технологичность, удобство. Ага. Ну, попробуем опять-таки свои силы. Эстетика больше всего требуется, да? Так, ну пусть будет полторы. Удобство, наверное. Как-то так. Посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Пока минус 47 баксов. Но уже полторы тысячи пользователей. Сейчас, кстати, месяц закончится и посмотрим... Нет, закончится он с вами получается неделя, да? Нет, стоп. Месяц. Месяц. Все правильно. Месяц, 4 недели. Вот они, кстати, там поделены. Уменьшится ли пользователь или прибавится? Чутка прибавилось. А пользователь-то чутка прибавилось. Это хорошо. Удерживаем, так сказать. Потом, скорее всего, можно будет их переделывать на более высокие рейтинги, но тут, может быть, требуются другие специалисты, более прокачанные, более опытные. У нас пока никого нет. У нас даже офиса нет. Скорее всего, это все будет дальше по обучению пройти, но сначала надо будет заработать баланс 200. Все плохо. Все плохо. У вас тут что? Выставка багов? Ну, все понятно. Недовольны все абсолютно. ЛИАП Стартап Компетитшн. Поздравляю вас! Пригласили принять участие в ЛИАП, крупнейшем конкурсе стартапов в стране. Присоединяйтесь и получите шанс выиграть 10 тысяч долларов, а также славу и известность. Конкурс ЛИАП посвящен стартапам средней величины. Они оцениваются по динамике развития. Мы будем следить за ростом вашего стартапа в течение двух лет и объявим победителя по течению этого срока. Хорошо. Будь ваш стартап более зрелым, можно было бы воспользоваться возможностью презентовать его. Вы не думаете, что у нас есть шанс победить? При текущем состоянии вашего стартапа это возможно. Так же, как возможно с нуля создать текстовый процессор с помощью ассемблерного кода. Здорово. Значит, шанс у нас есть. Будет нелегко. Великие вещи редко даются легко. Но думаю, мы могли бы сделать так, чтобы победа в этом конкурсе стала одним из наших ориентиров. И что нам нужно делать, чтобы победить? Поскольку в рамках конкурса Ляп будут смотреть, как мы развиваемся, нам просто нужно создавать больше функций, стараться сделать как можно больше для наших пользователей. С ростом наших пользователей растет и наш стартап. Отлично. Я в радостном волнении. Вы гляньте на этот рейтинг. Эту хрень будто младенец сделал. Хотя нет, младенец бы лучше справился. Что случилось? Не знаю, меня будто мозг отказывает. Это потеря мотивации. Иногда, если приходят плохие новости, работа по контракту не удается или просто все валится из рук, мотивация падает. Пора в отпуск. Это отлично помогает. Прекратить работу, чтобы стать продуктивнее? Какая ирония. Но вообще звучит логичным. Но что с деньгами? Я заплачу за первый отпуск. Но вообще нужно отложить немного на отпуск или на случай, если кого-то из сотрудников схватят пираты. Спасибо. Так, насчет пиратов. Это же шутка? Да. Наверное. Жизнь это тайны, и мы не знаем, что случится потом. Очень странно, но спасибо. Поеду в отпуск, голову прочищу. Да, жалко нам в подыме это ездить пока нельзя. Поздравляем, отпуск открыт. Отпуск дает сотрудникам возможность отдохнуть и восстановиться. Чтобы отправить сотрудника в отпуск, выберите его и нажмите кнопку отпуск справа внизу. А вот и отпуск. Отправить сотрудника в отпуск. Чем выше мотивация, тем лучше работа. Так, это мы с вами довели открытое обучение подтвердить. Поздравляем, обучение открыто. Оно поможет повышать характеристики сотрудников. Чтобы обучить сотрудника, выберите его, нажмите кнопку обучения справа внизу. Отправить сотрудников учиться. Нажмите сотрудника в офисе. Да подожди, мы сначала в отпуск едем. Ты что? Начало в отпуск, потом обучение. Ежемесячный баланс 1400. Пользователь 13000. Неплохо. Список сотрудников. Отправить сотрудников учиться. Нажмите на сотрудника в офисе. Отправить сотрудников учиться. Если сотрудник прошел обучение, стоит поднять ему зарплату. Сотрудники с более высокими характеристиками надеются на более высокие зарплаты. Так я пока один. Мне надо в отпуск. В отпуск. Поднять мотивацию. Мне кажется, что я живу в игре. Парикмахерская это отпуск? Эффект мотивации плюс 10. Продолжительность 7 дней. Избавьтесь от проблем и некоторого количества волос. Устроив цирюльный отдых, садитесь на скотовозку, поезжайте в самую элитную в этом захолустье парикмахерскую для мужчин и спросите мастера Джорджетто. Он подстрижет вас так, что до конца жизни помнить будете. Рыбалка эффект 20. 7 дней. Как вам идея отправиться за крупной рыбой на остров Флорида Кис? Главная цель этого предприятия не выпасть за борт после рывка какого-нибудь крупного марлина, которому идея рыбалки не очень нравится. Так, но мне-то по идее надо где-то в районе 60. Парк динозавров эффект 40. Вот это уже более-менее. Получите бесплатные билеты во все районы парка динозавров и в качестве бонуса VIP-доступ в контактной зоне парка динозавров, где количество смертельных случаев среди детей школьного возраста снизилось ниже 50% после выдачи АК-47 всем смотрителям парка. Класс. Так, ну в принципе деньги-то есть, тем более платят-то не мы, платят-то за нас. Прыжки с банджи, вот, кстати, самое нормальное. Мотивация плюс 60, продолжительность 14 дней, отдых для искателей экстремальных развлечений, предупреждение, хотя мы делаем все возможное, чтобы ваша голова не приблизилась к крокодилу на расстоянии укуса, точную эластичность канатов определить невозможно. Вы действуете на свой страх и риск. Прикольно. Так, ну и мотивация 90, это ужин на морском дне. Водная столовая во всей своей красе. Один из изобразователь написал «Мои хлебаные палочки были сырыми, а суп ну водянистым. Жевать канапе с трубкой во рту было трудновато, и они никак не могли зажечь свечи, только одна звезда». Так, ну давайте тогда на полторы тысячи. Поехал нас товарищ в отпуск, и мы ждем, когда он по идее закончится, да? Давайте наверное скорость увеличим, чтобы быстрее все дело прошло. пока у нас идет плюсовой баланс. 1400 баксов. Здравствуйте, вы знаете кто я? А следовало бы? Да, следовало бы. Меня зовут Йохан Альберг. Мы раньше встречались? Простите, я ведь сказал, что меня зовут Йохан Альберг. Да мне как-то по барабану, чувак, я не знаю, кто ты такой вообще. Вы знаменитость? Альберг из Альберг Индестрис. Да, такую компанию я знаю. Подождите, но главу Альберг Индестрис зовут Манфред Альберг, а не Йохан. Манфред Альберг был главой компании, мой отец скончался, а я его единственный наследник. Вся мощь Альберг Индестрис теперь в моих руках. Понятно. Мои соболезнования. Не беспокойтесь, со мной Альберг Индестрис ничего не грозит. Я про смерть вашего отца. Ах, да, трагедия. Да, я слышу, что ваше сердце разбито. В любом случае, я всего лишь хотел вам сообщить, что если вы попытаетесь конкурировать с Йоханом Альбергом, то непременно потерпите неудачу. Ааа, спасибо за предупреждение, но я сдаваться не собираюсь. Посмотрим. Так, прыжки с Банджи. Хорошо, мотивация теперь Стольникс, это прям круто. Полторы тысячи получил. Мы все совершаем ошибки. Я его совершил, когда решил стать виртуальным ассистентом до того, как это стало круто. Теперь, когда это стало наконец популярным, обо мне внезапно стали забывать. Что? Вы понимаете, о чем я говорю? Если да, то вы прямо-таки старый. В любом случае, суть в том, что мы все совершаем ошибки. Если при создании функции была допущена ошибка, все можно исправить. Скверно сделала функцию означает более высокие затраты на обслуживание, да и конкурент может разработать версию лучшей вашей. Значит, я могу внести исправление функции, если у нее плохой рейтинг? Хорошо, понятно. Ну, в принципе, это было ожидаемо, я так и понял сразу, что все это дело можно исправить. Новая цель добавлен у нас опять оооо, насколько с вами цели, друзья. Популярные ютубы блогеры просят разрешить сделать обзор вашего сайта на своем канале. Да, без какого-то сбоя видео не загрузилось. Может быть, он попытается снова? Могу надеяться. Кажется, с конкурентом отожала вас часть рынка, но не волнуйтесь, конкуренция похожа на гриб, рано или поздно со всеми случается. Разрабатывайте функции, которые нравятся людям, и скоро вы догоните конкурентов. Хакер Йохана. Группа хакеров под названием Очевидность взломала ваш сервер. Обычно этих негодяев нанимают, чтобы уничтожить чей-то бизнес или даже нарушить деятельность правительства. Пострадала одна из ваших функций. Хорошо. Хотя сейчас совсем плохо. Баланс падает. Поздравляем, исследования разблокированы. Они помогут открывать новую меню функций. Чтобы провести исследование, нажмите кнопку исследования слева. Хорошо. Накопить 5000 на банковском счете. Сразу делаем. Открыто улучшение офиса. Хорошая новость. Кое-кто создает офис по очень низкой цене. Как раз подходящее время для улучшения вашего офиса. Улучшив офис, вы сможете нанять сотрудника, да и странные запахи перестанут вас доставать. Улучшить офис. Нажмите здесь, чтобы улучшить свой офис. Хорошо. Много всего. 8 целей. Офигеть. Пользователи, конечно же, упали. Да, куча, куча целей. Обучение SEO. 2000 будет стоить. Успешно завершить три работы по контракту. Устроить разбор полетов для одной из функций. То есть ее пересмотреть. Исправить функцию. Провести исследование конкурентный анализ. Получить долю рынка не менее 65%. Довести ежемесячный баланс до 70 тысяч долларов. И улучшить офис. Офигеть, как круто, да? Так, улучшить офис. Чем больше офис, тем больше можно нанять сотрудников, но и ежемесячная стоимость повышается. Ну, понятно. Но я пока делать ничего не буду. Работы по контракту пока меня тоже в принципе не интересует. Конкурентный анализ. Анализ рынка изучает привлекательность и динамику рынка в определенные отрасли. Проведя исследование анализа рынка, вы сможете понять состояние вашей доли рынка по сравнению с конкурентами. Поехали. У нас такая просто есть цель. Конкурентный анализ, почему бы в принципе и нет. Ладно, в принципе вот такая вот неплохая игра. Опять-таки повторюсь, ссылочка на игру в Epic Game Store будет в описании под видео. В Steam появится игра намного позже, пока точно даты нет. На сегодня все, ребята, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочки под видео. С вами Базарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.